12 августа войдет в историю православного прихода в поселке Гресс как день рождения храма. Этого события прихожане ждали более 10 лет. Еще в конце 90-х в заброшенной одноэтажной пристройке, где некогда размещались магазины-кафе, православные христиане организовали небольшую общину. Началась реконструкция и благоустройство арендованных помещений. Теперь это уютный храм с куполами и колокольней. Здание в прошлом году передали в собственность прихода, поэтому и появилась возможность осветить храм. До этого службы совершались на специальном полотне – антиминси. Антиминс – это специальный плат, в который зашиты мощи мучеников. И на этом плате, на антиминси, можно служить литургию даже на обыкновенном пеньке от дерева. Освященный храм несет в себе полноту уже той божественной благодати, которая сопутствует именно тому правильному восприятию церкви, как нашей родной матери, вот той духовной благодатью, которой он сегодня наполнился. Во время таинства освящения в престол камнями забивают четыре кованых гвоздя – напоминание о приглаждении Иисуса Христа. Престол особым образом омывают, помазывают миром и облачают. Вслед за святым престолом освящается алтарь, а потом и весь храм. Завершается чин освящения крестным ходом вокруг храма. Епископ Евстафий по традиции пронес специальный сосуд – дискос – с частицей мощи и мученика царевича Дмитрия Угличского. Эти мощи будут навсегда заложены в престол освященного храма. Уже произошло не только реконструкция самого здания, а самое главное, что он освящен как православный храм. Благоценным, вот таким вот, как и есть мечи. Поэтому любите этот храм и всякий раз, когда у вас на душе что-то приходите, я думаю, что и всегда можно зайти, для того, чтобы здесь помолиться в этом месте, излить свою душу, может поплакаться, это тоже неплохо. И получить царительные божья на нашу душу. Приход во имя святителя Иннокентия Московского насчитывает более сотни постоянных прихожан. Именно на их средства и строится Дом Божий. Ни одного крупного спонсора за 10 лет не нашлось. Здесь все сделано с любовью. Поэтому те, кто хоть однажды побывали на службе в этом храме, почувствовали удивительную, благодатную, молитвенную атмосферу, непременно приходят сюда еще и еще раз. Храм этот заменяет все. Только придешь, посмотришь в глаза отца Сергию, вы знаете, вот как не бывало каких-то гористей, печалей, каких-то вот стрясок этих же теських. Отец Сергий – это такой доброты человек, что я просто уже даже без этого храма не мыслю себе. Плохо, особенно когда бегом-бегом. Студия «Слово» Читинской и Краснокаменской епархии.